забыл показать этого известного джипера сейчас как показать вам в общем были надел а есть есть он да есть сейчас той сторон в общем вова спит его плохо видно закрылся и спит вот видно его ноги красиво да мы поедем в киев пока непонятно пробуждение вовы пробуждение вова вова вставай вова вова открой двери вова как в сейфе там закрылся вова открой вова выходи вова ты узнаешь меня вова открой вот он вова елки я перенервничал уже ну как ты хоть узнаешь меня или нет ты же говорил снимаю вчера ты меня требовал от меня все снимать сказал я вообще не выключаю теперь и ты вчера требовал снимать все меня там уже чуть ли не били когда я снимал всю фу блин как-то тут душно у тебя в машине ты кстати ты меня снимал вчера ночью ты рассказы ты помнишь хоть или нет на кнопочный телефон а на рацию сниму а рация у тебя была там твоя рация на столе кстати лежит идем заберешь пошли все готово идем конечно я здесь забронировал две миски или две вилки плов там колбаса все есть давай так а шо ты где то видео что ты меня снимал вчера в рации обещал его продать сначала за 60 баксов бородачу потом за 100 да ты не помнишь просто это блин опасный фолловеры вообще в шоке не могу тебя узнать где этот сурового с бородой говорят это какой-то другой парень давал он жесткий ты ну праздник удался да что ты скажешь так десна красота просто участников все меньше и меньше но главное вова с нами уводит такую шапку взял слышал ни хрена себе модно на футболке у человека тоже такая это запчасти твой у бога пострадала сильно пострадала как много запчастей слышь при одном ударе столько отпала лишних деталей нормально выравнивать вот так чехлы у тебя модные кимиха вы одевого не видел на есть так друзья я первый раз за рулем этой легендарной нивы мы он так мне нравится тут смотрите что тут есть стеклоподъемники потолок алькантара я уже говорил почувствуешь как тут сзади сложно вова на месте этого штурмана поменялись поменялись мы местами что будем ехать киев слышу же как разворачиваться как разворачиваться по очереди сос бензина мало может на газ переключиться хорошо на газ реагирует так у него хороший выбор от я тебе скажу мне нравится клетчатая сумочка символ нашего путешествия мы такой вещи не доставали ни одной вещи они я доставал сумку для ночевки лучше с запасом это согласен так услышит понижение такое так это мы на повышенной сейчас а это на пониженной но я думаю ничего себе так едет вообще без напряга как-то руль а тут скрипит это бородач вы уже оглумился прослепую белку прослепую белку что-то сейчас я же место ищу для парковки так вот это что это повышенная до нейтралка так ну в общем вот так первые метры сейчас будем ехать в киев в общем едем попрощались едем домой мероприятие незабываемое в эмоциональном плане в оффроудном тоже есть что вспомнить и его мое посмотри какой тут был расколбас когда были дожди все за неделю высохло напрочь ребята конечно ну в эмоциональном плане все равно хорошо болото было тут надо те смазать что того есть баллончик такой со смазкой прызгнуть не надо разбирать так вот эта дорога тут были у нас ночной заезд был на патруле помочь нам надо было товарищу помогли все хорошо с ним а вот тут был спецучасток каждое место уже знакомо нам а с той стороны вон еще ленты вон там спецучастков еще несколько было да тут было весело когда шли дожди судя по рельефу местности было было хорошо омыватель есть такого говорит про 3 про 3 все сейчас протрем до ночью тут на патруле мы летели приятно него управляется раздражает меня этот скрип руля так остальном очень мне нравится как она работает едет стандартный там слышишь что зрители писали в что говорит него с оригинальными запчастями это говно полное правда или нет но опять же вот оригинальные просто нормально но я тоже так я тоже но я тоже написал слово нет коротко ответил человеку ну вообще имелось ввиду наверное не тюнинговые запчасти обычные это не не имеется ввиду что заменены с других автомобилей у всех каждым да у каждой машины свое назначение я хотел сказать и него которая предназначена для очень какой-то жести на больших колесах вот как у вовы 30 там первые колеса то это не вас одним назначением они вас скажем проехать по умеренному бездорожью но даже по не очень умеренному и просто эксплуатации по дорогам общего пользования кстати на ниве это наверное какая-то вторая него в жизни за рулем которая еду кстати на самом деле ну так по крайней мере последние в последние десятилетия точно раньше 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 ну тут не считается в общем это же была не полноприводная него в общем и ощущение смотри его него я ехал на него год назад в бобровицы там тоже надо было подвести людей а в лагере и не все были готовы к этому мероприятию физически имею ввиду и юра попросил меня там него было 2000 то ли тринадцатого то ли седьмого нет тринадцатого года ну короче свежая то очень было очень мне понравилось она очень комфортно ехала очень мягко очень тихо ну вообще понравилось а такая полубоевая но там юра на ней зажигал нормально говорит выставил в продажу так нам чуть ли не дрались кто ее заберет за 7000 долларов что ли так поворот правый вот такие мои ощущения от от него но я тебе скажу так подсос брать я тебе скажу потому как она вот у тебя едет у то мне очень нравится то есть вообще сейчас сейчас по трассе не 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 ты понимаешь я тебе скажу что так мы уже на трассе международного значения ты можешь садишься вот машину в любую садишься и ты сразу понимаешь куда ты попал вот я по этим ощущениям говорю зеркала увы привычной формы бмвш на да давай вот четвертая передача да есть такой немножко когда рядом сидишь не так этот звук слышно боющий но утверждает что это раздатка но так что что надо включить переключение все поехала мы на газ бензин выработать да надо было просто сканер с камерой скорость смотрите чтобы не пугались это не 90 это 60 пока то есть она 5 как тянет с какой скорость ну вот тянет легко на 5 ощущение немножко звук есть вот этот боющий но нет никакой вибрации нет никакого подруливания вот руль хотя вова говорит что ходовая не в идеале но я такого ничего не слышу это просто не не в супер идеале можно так сказать но все комфортно и просто и неприятно понимаешь за что или люди любят этот автомобиль потому что на нем приятно передвигаться можно и посоревноваться и проехать окну вот десна встреча на десне завершилась какая классная река я вам не могу передать удалось открыть даже купальный сезон вчера очень все понравилось организаторы красавцы мелкие недочеты но они в есть у всех даже при самой лучшей организации это все мелочи основной прием радуши ну вот она может с этой скоростью как мерседес нас обогнал и мыл тоже ехать но занижена раздатка из-за этого скорость минус 30 километров в час вот надо на спидометре вы видите сейчас 110 это 80 вообще комфортно никаких отрицательных ощущений ну а тебе там как в аван ты доволен или нет ну да тем более на своей машине так нам да не скоро это скоро но нам до киева километров 120 где-то отсюда 100 до 125 вот я еду в общем вообще не на не напряг газ еле-еле касаюсь обгорели вот так ноги красные виде это не камера краснеть это вот на этой ноги видно снимая видео вчера вроде и помазал ноги не помогло долго это все продолжалось фактически целый день даже можно правильно сказать вы же живого многие спрашивают с ними обзор подробный что чего на эту ниву что там сделано что передела на пары заниженные главное жда сейчас 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 3 и 9 пары ну принципе вообще она не едет тогда еще на 10 километров в час медленнее 215 65 стоит час зимние шины кроссоверовский стандартный размер стоит как на все на большом количестве кроссоверов там от nissan икс трейла начиная старого до туксонов и всего остального на 10 на 10 а то есть если 31 шины поставить то на 20 километров в час на 10 скорее на 20 наверно вряд ли а на 10 скорость увеличится ну вот комфортно очень 80 еле 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 касаешься газа я уже говорил то есть вообще не давишь я так понимаю экономичный очень режим пятая передача а что еще скажи что-то по машине что сделано такого глобального сейчас я чуть окна попробую прикрыть чтобы немножко шума меньше было развязка чернигов налево а мы на киев то есть пары сейчас 39 стоят это сломали на метелице тогда до 444 блокировки стоят лайтовые но тем не менее держу ты нормально наступал куда-то мы катались где-то специально поставили блокировки удешевленные которые ну дешевле стоят и они держат были мы в нескучном где-то еще ты выезжал на них да я не помню где а в прилуке ездили до в общем про шрусы можно рассказывать шрусы стоят с volkswagen передние сзади нет шрусов принципе мост проварен задних усилен и шрусы volkswagen решают вопрос надежности да с 31 колесами вова говорит как видишь он сегодня немно не многословен после вчерашнего оффроудного дня и ночи собачка умная бежит с хозяином в общем очень много всего переделано здесь на самом деле кого что подробно интересует пишите в комментариях ответим даже что что не знаю позвоню вове спрошу хотя ему не всегда легко дозвониться но я дозвонюсь спрошу отвечу обязательно позвоню саше который делал который точно все знает ему легче дозвониться печет нога на солнце природа шикарная в этом районе не густо заселенный район много раз я по этой трассе ездил в 90-е когда мы ездили за бензином в россию потом за запчастями туда же воспоминаний масса масса граница была оффроудный такой проезд просто вот осталось не было тогда камер ну они были ну пленочные в ограниченном количестве ну не до этого вообще было про youtube еще и в проекте youtube появился больше чем через 10 лет после наших заездов в 94-м я закончил эти заезды естественно моноприводная машина естественно москвит жигули у нас было про Ниву вообще мы как-то тогда не думали что ее можно в этом направлении было бы конечно шикарно на Ниве намного было бы прохождение границы там такой оффроуд было дождливое лето я помню мы за бензином ездили поездки были не однодневные ночевали в москвиче с прицепом по полторы тонны за раз везли один раз нас хлопнули нас хлопнули конфисковали правда бензина не было ну тару а нет или бензин был да с тарой забрали все тары было много потом мы луас навстречу тару мы нашли были осторожнее приходилось ездить пограничная зона поймали нас даже не в поле а просто на подъезде к полю такой усатенький милиционер как же населенное как село называлось не помню уже помню райцентр стародуб суд даже был какой-то в общем контрабандист я со стажем а потом уже после бензина мы переключились на запчасти ездили в изжевск 2300 км в одну сторону на дырявом москвиче чуть лучше состояние чем у максима с прилуг на копейке там кто не видел я посмотрите есть там видео с его копейкой в общем вот такие воспоминания по этой трассе именно через чернигов мы ехали я уже ами навигаторов не было так по карте по памяти все и я четко проезд через весь чернигов на память знал все направление на новгород северский и потом уходили влево в сторону там есть на семеновку дорога родина кучмы там были мы есть дорога левее забыл уже ну в общем сторону на стародуб потом батурин есть батурин нет не батурин забыл тоже уже дальше населенный пункт там и бензин покупали в общем есть что вспомнить сколько же это лет прошло двадцать шесть и выше получается да давно было печка включена была по дороге туда и сейчас дискомфорт Вова полез выключать знаете друзья ну ощущение вот я сейчас еду почти сто практически сотку где-то ощущение очень приятные очень вот ничего не потому что это Вовы на Нива либо просто вот от езды универсальность максимально этой машины я попытался от залу пазла в принципе добиться чтобы можно было доехать до оффроуда покататься на оффроуде на хорошо покататься и вернуться и комфортно было ехать по дорогам общего пользования но от залу пазла пока не удалось этого добиться в принципе я знаю что нужно сделать чтобы добиться этого но пока нет возможностей а Нива вот конкретно эта Нива ну я думаю я вам скажу больше много стоковых них приезжает на оффроуд просто когда она не убитая даже стоковая Нива с минимальной доработкой или просто хорошо отрегулированная сделанная с живым мотором ну я просто много видел много людей приезжало и в принципе ребята нормально катаются если еще есть какой-то опыт езды по бездорожью вообще нормальный результат ну и по дороге общего пользования вот сейчас ровно сотка 139 на спидометре это 100 сейчас видно вам не знаю видно отсвечивает немножко это 100 км в час вот мы даже догнали какую-то иномарку и сейчас будем ее обгонять так что кто кто хочет начать заниматься оффроудом ну наверное я бы наверное все таки Нива ну опять же какие задачи какие расстояния ездить но как универсальный автомобиль это однозначно лучше УАЗа хотя хорошо сделанный УАЗ тоже ну здесь машина более быстрая более комфортная то есть это однозначно лучший вариант по универсальности ну УАЗа свои плюсы там более объемный салон где-то 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 иногда проходимость если брать сток-сток вот так досконально не скажешь мигнули фарами нам снизим скорость при чем смотрите спокойно снижаю скорость вот сейчас у нас 60 на 5 легко идет людям мигнуть надо нам фура мигнула спасибо ей так мы мигаем навстречу так же нам мигают контроль скоростного режима плотный на этом участке в обе стороны одна команда это неплохо намного я уже говорил намного аккуратнее стали в Киеве люди передвигаться с первого числа камеры включили и это неплохо я думаю не не одну сотню тысячу жизней если это ввести то будет сохранена даже десятки тысяч я бы сказал если это на нормальном уровне сделать там недоработки в законодательстве в плане не видно кто за рулем то есть и будет приходить письмо по регистрации автомобиля но это не очень приятно особенно для хозяев которые продали там по доверенности или по техпаспорту это реальный головняк так ну ускоряемся ну вот на пятой сейчас я попробую нажать и вам будет видно как она разгоняется на пятой передаче ну это на газу мы сейчас вот 90 сейчас до сотки да минус 30 км напоминаю из-за понижения в раздатке ну вот соточка вот так она едет эта машинка так друзья соточка даже чуть больше сейчас идем но хотел еще пока ехал хотел сказать нету никакого дискомфорта вообще вибрации вот на руле смотрите вот рука лежит вообще нет ни вибрации ни даже намека ни рысканья ну очень комфортно то есть очень комфортно я думаю можно ехать конечно если а кит в раздатке стоит у тебя вова но это кит и он и на повышенную и на пониженную сразу да кипте в общем стоит да если только она понижена и кит был а в общем все там усиленная валы шестерни четырех какой дифференциал четырех сателлитный дифференциал стоит в раздатке ну в общем раздатка даст далека ну я опять же крышки еще двукатные все что можно доведено машина в принципе она практически готова к 33 колесам вова говорит говорит не знаю что можно сделать ну да ну не ну в принципе много есть видео с ней очень много видео у меня на канале с Вовой ну как очень много есть конечно машины с которыми больше видео вова на покатухи не не часто приезжает ну на соревнования чаще но суть в чем можно посмотреть так как едет эта машина мало мало я знаю в общем даже машины если взять все бренды все в куче но не каждая тойота ниссан митсубиши митсубиши отдельная история УАЗ может проехать там где едет Вова так что ну на этой машине и в то же время она спокойно едет 100 км в час в комфортном режиме на на пониженной на пониженной раздатке на не максимальном размере колес то есть если бы колеса были бы чуть чуть больше там те же 31 для асфальта мы бы ехали легко 110 я поставлю пары 444 пары 444 ну да ну не важно но тем не менее для тюнинга тут масса вариантов и даже в стоковом состоянии все равно хороша машинка старался человек который ее делал опять же я понимаю что у него были ограничения по ресурсам по агрегатам тут то фактически чулок и передний редуктор передний мост сделан остальное все как у жигулей ну кузов понятно да миллионы людей ездят уже сколько четвертый десяток лет пошел наверное да какой пятый время идет пятый десяток лет пошел и люди благодарна с благодарностью я думаю вспоминают тех кто ее сделал конструктор умер несколько лет назад где-то говорили по новостям или я читал где-то да сколько это все стоит да друзья в общем я давай пока не забыл скажу скажу то что о чем мы только что говорили я уже думал все сказал думаю многие скажут можно купить автомобиль лучше да можно за 30-40-50 тысяч долларов еще дороже сделать тюнинг на 10-15 тысяч долларов и добиться более высокого результата но это ж будет совсем другая история во-первых цена ладно цену отбросим но я вам скажу больше проходимость того автомобиля более дорогого более тяжелого более комфортного что проходимость его однозначно не выиграет да может где-то в каком-то месте на каких-то очень больших колесах он выиграет но и то не факт так что результат вот очень такая избитая смотрите дорога в латках неровная давно не перекладывали здесь асфальт и просто проглатывается посмотрите амортизаторы что стоит в амортизаторе каяба стоит ну каяба это недорогой а сзади что? монро? монро тоже недорогой бренд и очень хорошо работает подвеска вот на афроуде хорошо не понятно можно добиться более высокого результата но скажем как в таком доступном режиме я купил кони конечно кони ну кони не всегда лучше у них двухсторонняя работа из-за того что регулируется поставил ну я здесь я понял ну в таком варианте да про кони регулируемого говорит ну только поэтому я думаю что можно было если бы не стояла задача если бы ездили там и там ну как сейчас да если бы стояла задача чисто по бездору ездили по асфальту что там что-то посерьезнее выбирать компромисс между тем и тем но вот стоит да да компромисс как раз он и не и необычные дешевые совковые грубо говоря амортизаторы и не супер дорогие то есть они как раз оптимально у меня кстати сзади монро тоже на бмв стоит каяба стоит на оазе патрулевская сзади 4 стоит или там тоже и монро и каяба ну в общем этими брендами я тоже пользуюсь достаточно соотношение скажем цена-качество оптимальная оптимальная Вова еще добавлял говорит мега комфорт какой-то ну комфорт вполне на уровне вот я вам скажу что едучи на ней очень достойный не знаю как вам по камере но очень достойно все отрабатывает по управляемости смотрите нет подруливания вот рука лежит и мы просто прямо едем оно вообще отсутствует хотя Вова жаловался что ходовая не в идеале я ничего не услышал ни стуков ни грюков он знает что она не в идеале но сев первый раз не слышно никаких недостатков Вова коробка фиатовская сейчас стоит нет ну как корпус сам вазовский ага корпус вазов перебранная в общем да коробка что-то с фиатовской а все с фиата корпус вазовский я понял пятиступка мы уже поняли так мы едем то мы разговариваем нас не видно Вова сзади как царь я в шапке Сильверстоун прислали мне подписчик прислал с Одессы с личным водителем с личным Вова с личным водителем по дороге в Чернигов вчера было наоборот поздно легли спать немножко две ночи плотного недосыпа но это того стоило плотного общения шикарного оффроуда в общем есть что вспомнить и вам показать что нельзя вам показать нельзя ну есть что и нельзя показать я вам скажу но ничего ну видите догнали вон даже девяточку главное с прицепом валит больше ста рекорд скорости на сегодня обороты 3500 150 по спидометру 120 это ну вот наравне идем почти с элитными иномарками 160 сейчас будет это 130 будет вот почти 160 но уже не то что сложно но одной рукой плюс зимние шины стоят нежелательно уже на них я вам показал как она может я думаю этого достаточно и запаса по оборотам по мощности за глаза можно и 150 ехать в общем всем пока друзья подписывайтесь делитесь напишите комментарии youtube нас не видит по-прежнему просмотры упали как я не стараюсь удалось там поднять их до 30 тысяч в сутки и оно опять сейчас упало на 3 на 15 тысяч то есть два раза ну не знаю неплохой неплохой контент довольно весело и оффроуд неплохой ну это в принципе мне было известно это я понял за пять лет плотной работы пять с половиной уже с ютубом если они тебя не хотят показывать что ты не делай ну что-то смотрят ну очень мало очень мало для кого-то немало в принт я понимаю ну вообще по сравнению даже с для моих просмотров тех что были раньше это достаточно в два-три раза сейчас в три раза получается ниже просмотры чем были до отключения от партнерской программы и до коронавируса тут оно все наложилось в общем всем пока спасибо до встречи